Меня зовут Роман, я работаю со сервером DataSign Group, это дата-сайдист. Отдохнем немножко от Big Data, расскажу вам о проектах, точнее об одном проекте, который мы делали в DataSign Group. Я не верю, как правильно переводится на нашей языке. Покращение. Покращение, это мы, я просто буду датификацией на всех языках. Тут видно из слайда, здесь, например, живой. Идея проекта была попытаться улучшить рисунок от руки, сделанный штрихами, человеком, обычно это на планшете. Если бы я нашел планшет, то был бы у вас сегодня лайк дема, но планшета не нашел, поэтому будет оказаться. Улучшить его – это лучший векторный рисунок. Значит, агент, какая у нас сегодня будет, расскажу вообще, что это проблема, она актуальна. Была актуальна, и становится все более актуальна. конкретно, что это значит. Объясню на нашем примере. Пройдемся формализовать, как у нас был этот проект формализован, его цели, какие мы выставили замечения, какие мы использовали инструменты для этого. Краткий обзор всей архитектуры, и потом каждый шаг немножко выглянем, без схода, просто… Ну, там не формула, будет всего лишь одна формула, будет немного текстов, а в основном это будут картинки, поэтому довольно легко. В конце будут результаты, где мы будем проверять, как работала наша модель. Ну, и видео демо там довольно долго, но, я думаю, будет понятно, как будет вживое наше решение, насколько хорошо оно работает. Вот, ну, будет вопрос. Значит, битификация. Я сделал онлайн-кересурс, честно говоря, первый пейпер, ну, не первый, но такой масштабный пейпер, который я нашел, готовился в 2005 году. Уже тогда какой-то профессор написал пейпер, назывался он «Обзор методов битификации документов», бла-бла-бла-бла-бла-бла». В общем, в 2005 году это уже был обзор методов, было куча методов, это была проблема. Тогда это было немножко симплифицированное такое представление, что это битификация. В данном случае битификация принималось, ну, просто, как бы, то, что нарисовано людьми криво, как блок-схемы, перевести в красивые, ровные линии, возможно, даже заменить дженериками, какими-то объектами, то есть, например, «Соркл» и заменить на «Соркл» здесь. А сейчас, вот как текущий пример успешного бизнеса, на 2016 год, вот как один из вариантов бизнеса, народ зарабатывает деньги, то есть, они принимают от клиента своих рисунок, это просто растер, набросанные человеком, скорее всего, даже сканированные просто карандашом, там переводят инвектора за отдельную плату. Насколько я понимаю, у них так полупручную сделано, можно-то все автоматизировать, автомат лучше. Где-нибудь больше, работает лучше. Коротко разницу, я думаю, на интуитивном уровне все понимают разницу между натуральным вектором, но просто подчеркну еще раз формализировать разницу. Значит, растер хорош, когда мы говорим о пикселях, о их значении и свечении, то есть, на фотографии это приятно, потому что мы 3-мя пикселями можем обрисовать разными цветами какой-то объект. Но, к сожалению, он плохо скейлится, то есть, если фотографию увеличить, все знают, появляются артефакты, больше данных не становится, мы просто растягиваем то, что есть, и довольно, несмотря на сложный алгоритм, лучше не становится. Ну и, соответственно, он лучше для фотографий, либо полноцветных рисунков. Вектор. Вектор — это, в основном, о формах, о гранях. Здесь мы не работаем со скачениями пикселей, мы работаем с параметрическими заданиями кривой век. То есть, у нас нету, как бы читать, где, не знаю, первый пиксель должен светиться, второй не должен. Нет, у нас есть формула, которую мы просто, опять-таки, картинки интерпретируем, то есть, удаляем эту формулу, мы заполняем объекты, рисунок заполняем каким-то там и свечениями, соответственно, рассчитанными. Соответственно, если мы его скейлим, скейлится он очень хорошо, потому что просчитать формулу мы можем с шагом в одну десятую, в одну сотую, в одну тысячную и заполнить рисунок любого разрешения. Вот. Его используют для иллюстрации, для лога, потому что на тех же баннерах это все увеличивается за десятый раз, и это удобно. Вот. Теперь, собственно, что такое beautification в контексте нашего проекта и в контексте того, что науки. О чем не говорили заказчика, а о чем не говорили с фокусированием. Значит, здесь, несмотря на то, что это выглядит довольно просто, я не знаю, где-то здесь background-линии есть, такие серенькие, и две широкие синие линии. Значит, в чем заключается решение? У нас на вход поступают вот эти вот серенькие линии, они проведены рукой художника, дизайнера, не знаю, того, кто хотел рисовать. Можно мышкой, возможно, на планшете. Мы не рассчитывали работать с рисунками на сканировании, только вживую введенными приложениями. Вот. И приложение должно решить, какие из этих штрихов относятся к одной линии, то есть какие из этих штрихов обеих задумывались, задумывались дизайнером, автором, да, как что-то, что составляет одну линию. Мы должны их объединить, а потом вот это вот объединение заменить одной красивой линией, которая при этом повторяет максимальную форму этих штрихов. Точно определить, где эта линия начинается, где она заканчивается, и где нужна не одна линия, а две. То есть, несмотря на то, что рисунок довольно прост и для человека интуитивно понятен, говоря, там, не знаю, хочется первое, что делать, усоедините все пиксели, да, и мы получим ее. Нет, все намного сложнее, и не так просто в дисциплиношении, почему два штриха нарисованы, там, один, рука дрожала, вторая не дрожала. Да, я буду этого. Но, не, как раз. А где корректы, чтобы они на компьютере намалеваны, или в дисциплиношении? Последовательность важна, и важна то, что мы можем сказать, какая линия, то есть мы можем отделить линию от линии. А, то вы последовательность? Да. То есть, когда ты входишь, ты ведешь рукой, у тебя есть одно линия. Если ты нажал мышкой, там, коснулся со стилусом до планшета, ты провел, у тебя есть одно линия, у тебя есть последовательность точек. Если ты сканируешь, то у тебя просто миллион точек, и выделить одну линию довольно сложно. Это, если в дальнейшем это дорабатывать, то это будет все равно. Теперь формализация проекта. Как это звучало для клиента, и как это, в общем, изначало, потом, в конце концов, для нас, нас несколько ограничились тем, в чем и как мы будем работать. Наша цель была даже не то, чтобы создать решение, а скорее проверить другой, чужой подход. Он уже был опубликован. Но при этом нам нужно было это не просто проверить, когда нет. Мы должны были все-таки создать решение, и имплементировать его, и показать. Пейпер был уже на тот момент опубликован. Нас попросили, не строго, но, в общем-то, придерживаться его. Если что-то будет конкретно не работать, мы должны здесь почему-то не работать и предложить лучшую замену. Лимитришены, которые мы сами себе и заказчику поставили наперед. На тот момент мы не особо знали, не вникали в этот проект. У нас было всего пару дней на этот, чтобы ознакомиться с деталями. Поэтому мы выберем для себя такие ограничения. Некоторые из них оказались глупыми, некоторые несостоятельными, но, в принципе, это вот как мы это для себя видели. То есть мы сказали, во-первых, что один штрих – это должны быть просто последовательные строчек, не оставить что-либо другое, что штрих один не должен быть слишком сложным, его можно будет аппоксимировать либо тревой первого порядка, либо линия, либо тревой второго порядка. То есть что-то аналогическое, неизобутое. Если на рисунке будут расхождения линии, то они должны быть не сильно сложные в данном случае. То есть если из одной линии получается две – это окей. Если из одной линии, то есть одна точка, из нее выходит целый пучок, то мы это, может, и обработаем, но на самом деле не очень хорошо. Не больше 50 штрихов на одну картинку. Мы боялись, что у нас будет сбрать performance, потому что мы всегда касались группы, мы не профессиональные девелоперы. То есть мы что-то там оптимизировали, делали, но в процессе работы application используется очень много техник. То есть там и нейросеть, и анализ графов, и линейная алгебра, и при увеличении количества штрихов, количество просчетов увеличилось в квадрате. Поэтому из-за performance не достались ограничения. Мы не работаем с цветами, мы работаем только, что их есть либо нет. То есть черный, белый, все. И, как я говорил, мы не работаем со сканами, но только у нас есть аппетичный, который можно обводить. В принципе, теоретически, это другой, который будет готовить нам данные, и мы потом будем с этими данными работать, но ни в коем случае не скан. То есть на это было не рассчитано. Какие используются инструменты? Кто-то слушает по процессу? Неплохо. В принципе, удобная для прототипизации платформа. Она написана изначально на Java. В ней само внутри используется упрощенный синтезис. В ней можно внутри использовать также Java полноценно, но у нее есть упрощенный синтезис. Заточена она на графику. То есть если вы хотите что-то программу нарисовать, линии, объекты, анимацию, процессинг довольно гибок, и для этого часто используется. Сегодня уже звучало, что дата-саймцы любят Python. Это правда. Поэтому, поскольку в процессинге в самом чистом это было ограничение, что наложено клиентом, не нами, а он катил на процессинг, в нем использовалась Java. В Java, мы не специалисты были в Java. Во-первых, во-вторых, наш опыт работы с графами, с нейросоциальными и прочим у нас был с Python, с SAR, но не с Java. Поэтому, чтобы не тратить время на разбирательство с Java и как это все имплементировать внутри процессинга, мы нашли выход такой. Внутренний кастлин процессинга, он поддерживает, у него есть Python-мод. То есть для Python есть интерпликатор Jyton. Он питоновский код переводит Java, ский код компилирует и запускает. Это же дело процессинга, модуль процессинга для Python. Собственно, мы писали в основном на Python в процессинге. Потом у нас был человек, который перевел наш код в Java. Уже в конце, когда мы все проверили, тестили для выдачи клиента. В принципе, он получил и Python-овский код, и Java-овский код. Кроме этого, большинство тестов, то есть расчеты, проверка моделей, проверка, насколько линейный алгебра хорошо работает, все это делалось с чистым питоменцистиком, на популярные инструменты, NumPy-математика, TIANA-расчет на GPU, Networks-библиотека для работы с графами. Это, по крайней мере, то, что я вспомнил. Обзор самого подхода, то есть solution, что мы делали, он, грубо говоря, делится на три части, три этапа. Первый. На входе у нас есть штрихи, мы их группируем. Второй. Когда мы сгруппировали штрихи, в одну группу иногда попадают штрихи, которые должны быть разные. Я потом на примере покажу, но звучит это немножко и бывает, но на примере покажу, вы поймете, это довольно простой пример. Есть дополнительный степ, который даже выделен нахрен на документы и потом выделен нами, потому что мы не сразу осознали его важность. Отдельный стейдж – это спитинг. То есть уже готовые группы, мы еще раз перепроверяем, действительно ли это одна группа, либо ее надо разделить. И последний стейдж, имея группы штрихов, которые мы делим, уже определяют одну линию, нам нужны эти штрихи, разразненные, заменить одну красивую линию. То есть определить, на какой сложности там должна быть кривая, высчитать параметры и заменить ее форму. Дальше есть картинка, веселая часть. Это то же самое, те же три части, которые так что-то вылучил текстом, это вот картинка. То есть у нас на входе есть, грубо говоря, вот такой вот рисунок, где каждая линия – это наборский холл. Небезательно огни, нельзя ли не начинается в одном месте, нельзя ли они от начала до конца. По этим штрихам мы высчитываем некоторые мануалы фичи, которые потом скармливаем в классификатор на базе нейронной сети. После этого мы получаем предварительную группировку, то есть что некоторые линии… Наш линии перегруппированы. То есть здесь одним цветом показаны линии, которые состоят в одной группе. Нормально визуализировать вот этот вот стейдж спитинг не было возможности, я вам дольше расскажу, но он здесь происходит, и дальше мы получаем группы. И снова опять, если мы получаем как уточненные группы, в каждой группе есть набор стрихов. Дальше наша задача – эти стрихи заменить одной красивой линией. Все эти стрихи заменяются просто точками. Эти точки, используя математику, мы разворачиваем другого времени. После этого убираются шумные точки, то есть те, которые стоят далеко друг от друга. Высчитывается, какой привозит, в кого порядка можно эти точки заменить, заменяются, ну и это потом рисуется. То есть на этом рисунке – это результат лутификации. Здесь вот эта вот линия, где она нарисована, не знаю, там 5-6 стрихов, наверное, здесь она заменена одной линией, одной красивой линией. Это цель. Немножко скажу, с чем мы работаем. Вот этот вопрос, что мы получаем на вход. То есть это математная структура, с которой мы работаем. Это точка и набор точек, который составляет штрих. Плюс надо понимать, что такое безеаппроксимация. Я думаю, все слышали, но еще раз повторим. Значит, вот так вот выглядит, на самом деле, вот этот вот увеличенный премьер, как выглядит это все в нашей программе. То есть вот это вот дрожание руки, на самом деле я пытался сделать, чтобы оно было минимальным. Если провести рукой штрих, да, кажется, что рука движется ровно, а на самом деле нет. Так как ни движешь, ни пробуй, даже с очень хорошим планшетом всегда получаются такие вот кривые линии, какие-то загогулины, причем это даже если делать одним движением. Вот, поэтому мы эти точки прорежали и потом аппроксимировали их кривой безеаппроксимация. Чтобы понимать разницу между порядком и безеаппроксимация, это кривая второго порядка, это разные кривычи четверого порядка. То есть почему мы к этим кривой не сверлись, почему мы остановились только на кривой второго порядка, чтобы исключить вот такие вот S-образные линии, нам казалось, на предварительном этапе, когда у нас есть лимитейш, нам казалось, что у вас с ними будут какие-то проблемы. Мы еще не знали какие, но чувствовали. В принципе, не ошиблись, проблемы действительно с ними были, особенно с такими кривыми, которые изменяют направление производства. Плюс, честно говоря, когда мы сами пытались рисовать штриховые рисунки, вот такие линии, это не штрих, это надо какую-то форму такую выводить, а когда рисуешь штрихами, ну, такие вот необходимости, таких линии, на самом деле нет. Я собрал две формулы. Первая из них, вторая из них, вторая из них, аппроксимация без Е второго порядка. Рассказывать не буду. Плюс, есть видео, ну, я думаю, в конце будет одно видео, но мне будет понятно, как работает аппроксимация, и вот это уже весь это решение. Я думаю, что слайды могут быть доступны для скачивания, или просто просмотр, если кому-то интересно, можно будет. Теперь рассмотрим, вот я называл там три шага у нас было, то есть, группировка, бренш-спитинг, и поинтроординг, каждый в третий этап рассмотрим отдельно, более детально. Первый этап, группировка штрихов. Здесь мы использовали нейросеть, довольно простую, это не диплом, никакие там не страшные вещи, не сортичные сети, не очень сейчас хвалятся Google и все остальные, это довольно адаптивный классификатор, на нем было на входе три числа, на внутреннем слое было 20 меронов, если не ошибаюсь, на выходе всего лишь один, который менял свое значение от 0 до 1, то есть он был не бинарным, он менял в зависимости от вероятности от 0 до 1, и говорил он следующее, два штриха, для которых рассчитаны вот эти три числа, находятся в одном классе, это составляет одну группу, либо нет. Более детально, что вот эти три числа значат, объясню в результате рисунка. Первое, это то, грубо говоря, это то, с чего начиналась самошелерность, как говорят, на нейросети, сейчас они работают уже первоначальный вариант, работали на manual feature. Вот это отличный пример manual feature для нейросети. Manual feature для двух штрихов, которые мы берем в текущий момент, решаем в одной группе или нет. У нас есть два штриха, мы должны определить удаленность, несовпадение, и насколько они не продолжают друг друга. Удаленность, ближайшее расстояние между двумя штрихами, несовпадение, угол между двумя штрихами в точке пересечения, либо если нет, угол между двумя ближайшими точками. Несовпадение, насколько ближайшие концы двух штрихов дали друг к другу, и насколько у них разные угол. Там были формулы по расчету трех чисел, но, в принципе, геометрически это выглядит и такая компетентация. Получалось те числа, которые мы подавались на флотклассификатору, он их обрабатывал, и мы получали ответ. Вот это был страшный рисунок, беда всех классификаторов, особенно в университете, они должны на чем-то учиться. Обучение. Тренинг сет нарисовали вручную. Каждый из нас стал немножко художником. Использовали тот же аппликейшн, то есть единственная программа, которую мы написали, мы ее использовали и для предсказания, и для улучшения, и для наработки тренинг сета. Каждый из нас нарисовал, я думаю, 3-4 таких рисунка, поскольку тренинг сет составляло каждый, то есть по парной сравнению штрихов, на каждом рисунке, даже если там сто штрихов, по парной сравнению каждого с каждым получалось достаточно. Единственный был один хак, вот на этом примере хорошо видно, то есть, например, у нас есть такая линия, которая явно спадается, явно пользователям задумывалось, как одна линия, она состоит из шести штрихов. Соответственно, когда мы будем подавать на входные аэросети, попытаемся сравнить на первой и шестой штрих, то они вроде бы находятся в одном кластере, в одной группе, и сеть должна это сказать, но они очень разные, то есть они на разных концах этой линии, линия это одна, но не на разных концах, они очень друг от друга удалены, они совершенно в разных направлениях нарисованы, соответственно, вот те трехичи, которые мы считаем в начале, вот этих штрихов будут неадекватными. Для этого уже использовалась графа, это был такой хак, чтобы увеличить количество штрихов в сети, то есть мы не просто высчитывали напрямую фичу между первым и средним, мы высчитывали ближайшее расстояние по графу и нормализировали это расстояние эти фичи. То есть у нас расстояние, говоря, от первого до шестого было 10, а на графике расстояние было 5 ребер, и мы 10 делим на 5 получали 2. Так, такой хак. Результаты нашей группировки после нейросети. Вот это, чтобы не пугались, это так называемая affinity-матрица. Здесь мы... Эта матрица сейчас объясню, что она значит. Здесь каждая строка и каждый столбец — это один штрих. То есть, вот говоря, вот здесь у нас идет одна колонка, здесь одна строка. Здесь мы сравниваем... Здесь номера, так и говоря, наших штрихов. То есть 1, 2, 3, 4. И здесь также 1, 2, 3, 4. Матрица показывает сравнение 1 с 1, 1, 2, 1, 3 и так далее. Она симметрична, поскольку у нас здесь объективные штрихи — это вертикально-оргизонтально. Там, где у нас штрихи в одном группе, мы получаем единичку, соответственно, получаем свечение. Там, где штрихи в разных группах, соответственно, 0 и черт. Вот этот квадратик последний — это уже результат работы нейросети. То есть мы на вход подавали, сравнивали штрихи попарно и делая там, где они находятся в одном группе. Это предыдущие результаты трёх квадратик. То есть то же самое. Здесь штрихи. Первый штрих с первым, первый со второй, первый с третьим. И выше рассчитывается их квадратик мануальной. То есть удалённость, несосходение, и расходение по углу. А вот более наглядный результат. Наверное, здесь понятно все. То есть это сгенерированные… Это не штрихи, это просто сгенерированные линии с увеличивающимися шагом. Здесь сгенерированные линии с увеличивающимися шагом по углу. Они начинаются в одной точке. И наш классификатор должен был решить, какие из этих линий находятся в одной группе, какие именно. Один цвет отвечает одной группе. Если видно, чем те линии, которые находятся друг к другу до определённого расстояния, наш классификатор определил, что все линии в одном пластере. Увеличив шаг до какого-то критического значения, дальше каждая линия уже оказывается в отдельной группе. То есть они друг друга не дополняют. Вот это наш классификатор считается как один. То же самое по углу. Если угол расхождения не очень большой, то в принципе линии составляют одну группу. Как только шаг не превышает какой-то технический, они становятся в одной группе. Следующий шаг. Вот это вот дополнительный шаг для расщепления групп. Здесь на примере хорошо видно вот этот пример, который приходит от нас, от пользователя. Здесь линия, если посмотреть на неё, на самом деле она природно может продолжаться и в эту сторону, и в эту сторону. То есть у нас одно начало, но, грубо говоря, два окончания. Но поскольку мы их хочем, то есть для нашего алгоритма мы не сможем разделить группу. То есть у нас этот штрих продолжается, и этот штрих будет в одной группе, и эти штрихи будут в одной группе. А потом в дальнейшем, если у нас получается вот такая вот Y-образная группа, мы не сможем заменить её одной кривой. Потому что у неё есть три окончания, грубо говоря. На переводе может быть три окончания. Если такое случится, то будет страшная кривая, которая попытается огибать всё, но при этом заканчивается неизвестным где. Соответственно, нам нужно как-то ограничить нашу группу, то есть сделать вот здесь вот точку расщепления. И тогда вот здесь вот примерно рисуем, как это должно быть. То есть вот это вот мы детектим как точку расщепления, соответственно, вот этот верхний штрих становится отдельной группой, а вот это вот внизу всё вместе. Сделано это с помощью теории графов. Мы высчитываем минимум спальмент 3. Это граф, который объединяет все точки и играет лучшим способом, получающим детям. Там высчитываются веса графов. Чем длиннее такие вот расхождения графий, тем больше вероятность, что это действительно линия, а не просто какой-то шум. Чем короче оно, например, вот такой вот маленький кусочек, это явно шум, только одна линия. Чем длиннее, тем больше вероятность, что это отдельная линия. Естественно, воинетом было построено так. Пример, как это работает, это живой пример из нашей программы. Это как выглядят входные данные, то есть не размечены. Здесь три штрихаги на упрощение. То есть раз, два и три. После... здесь вот мы определяем, что у нас в группе вот... Одна группа составляет полумесяц такой, и одну мы нижнюю ощепляем. После аппроксимации вот у нас получается одна кривая здесь простивая и одна вниз. И последний этап, это по интроорганде. Значит, здесь было наибольшее количество математики. На самом деле, это тот подход, который мы в фронтаренду использовали в нашем решении, и другой, нежели было озвучено в фронтаре. Другой, потому что тот оказался не рабочим. Точнее, рабочим, но в узких, в таких специфических случаях, но не в широком понимании. То есть надо было специально рисовать, чтобы он работал. С этим, в этом случае, он тоже не универсален, но он работает лучше, чем тот, который был в фронтаре. Здесь мы тоже использовали графы. То есть у нас на входе уже было, мы знали, что это одна группа. Эта одна группа составляла одну линию. Мы превращали эту группу, мы отказывались от понятия штуков. Мы просто заменяли это все точками. Эти точки менялись в один граф. Искался максимально длинный путь. Этот максимально длинный путь вдоль этого графа принимался за настоящее направление линии. И после этого он апоксимировался и получался вот такого же не так вот. Здесь более красивый пример этого же подхода. Единственное но, здесь сразу видно, в чем есть маленькая загвоздка в этом примере. То есть у нас есть штрихи, которые ведут замканную линию. Каждый клик — это отдельный цвет. Мы превращаем это все просто в точки. Мы отказываемся от понятия штуков. Эти точки меняем графа. И прессуем линию вдоль кратчайшего пути. И вот здесь вот если видно наложение линий. Мы не можем в замкнутом контуре корректно определить, где начало или конец. У нас нахлёстывается конец и начало. Вторая формула, она немножко страшнее. Как это все оценивалось. Когда ты это все отдаешь, для себя ты рисуешь, смотришь, вроде получается хорошо либо плохо. А когда ты это все отдаешь клиенту, тебе нужно как-то объяснить в числах, что было хорошо, что было плохо. В случае со штрихами довольно сложно посчитать какую-то правильность. Тем более, что художника может видеть каждый, грубо говоря. То есть непонятно, что он ее человек. Соответственно, мы использовали такую довольно странную, мы нашли специфическую similarity для данных. И входные данные мы использовали не штрихи, а вот такие интиматоры, которые я рассказывал. То есть у нас здесь было 10 штрихов. Первый с первым. Первый с вторым — это попарное сравнение. Единичка — это значит, что первый и второй, первый, третий, первый и четвертый находятся в одной группе. У нас была такая матрица. У нас были наборы рисунков, нарисованные человека. И человек уже сам рассказывал, что вот это одна линия. Примерно так же, как было у нас строение с этим. После этого мы запускали свой алгоритм. Плюс наш алгоритм давал немножко другую оценку. То есть это было нарисовано человеком, это было оценено нашим алгоритмом. Потом мы оценивали true positive и false positive в зависимости от легенды. То есть совпали наши единичные нолики, не совпали. И усчитывали, насколько хорошо справился наш алгоритм. И самое интересное, не знаю, может быть наглядное, это как в конце концов все это работало. Это реальные результаты. То есть это скринс программы с протестинга. Значит, это нарисованное человеком и им же разбитое на кластер. Здесь один цвет — это одна линия, одна группа. Это то, что было кластеризировано нашим алгоритмом. Здесь тоже один цвет — одна группа. Это то, что процесс бьютификации, основанный на кластеризации, сделанный человеком, это основанный на тем, что сделано нашим алгоритмом. На самом деле это хороший пример. Здесь довольно немного ошибок, всего лишь 11. Экверсия — это не в процентах, но это от нуля до 100. То есть это довольно высокая экверсия, это неплохо. Если на рисунок посмотреть, разницы между человеком и алгоритмом практически нет. Но если присмотреться, то можно увидеть, что здесь некоторые линии продубрированы. Здесь и здесь, и здесь явно продубрированы. То есть алгоритм не смог понять, что эти две дискроненарисованные линии — это одна группа, а они две. Сейчас будет рисунок. Это более художественный рисунок, грубо говоря. Здесь более плавных линий. И здесь лучше видно, на чем алгоритм ошибается, и в чем наша проблема была. И остается, поскольку мы остановили работу над текущим проектом. То есть если хорошо присмотреться, это просто пластеризация. Здесь плохо видно, здесь очень похожие цвета, но на самом деле здесь алгоритм ошибается, и он очень много линий управляет в один пластер. То есть если человеку вот этот квадратик с вогнутыми краями — это четыре разных линии, каждая сторона отдельная линия, то наши алгоритмы, поскольку они здесь очень близко сходятся, этот квадратик превратился чуть ли не в одну линию. Не справился, точнее, ошибся наш нейронный косминкатор, а брейс тут уже не сработал. И вот здесь, когда это все идентифицируется, это очень хорошо видно. Вот этот весь квадратик мы попытались заменить не четырьмя линиями, а одной. Соответственно, у нас нет вот здесь вот окончания, нет вот проек, и у нас вот получилась вот такая вот, ну, все еще красивая, но не соответствующая действительно. И самый художественный пример, кто-то из нашей группы долго старался на этой машинке, и, соответственно, потом мы на этой машинке долго ругались. Потому что на ней больше всего ошибок, точность на ней всего. И проблема в том, что очень много похожих линий, и здесь вот даже видно, что, например, здесь нет крыши, некоторые линии гены, вот здесь вот, например, явно не просился такой язычок у этой машины, да, то есть там что-то должно было быть разное, но вот... вот такое вот решение, как оно работает на более художественных рисунках. Есть видео, как это все работает вживую, я надеюсь, оно работает. Вот так. Этот человек рисует на планшете, поэтому у него более-менее. То есть пока рисуется линия, потом вот это уже как унификация, то есть это он улучшил. В чем фишка, можно улучшать на ходу. То есть дорисовал лучше, дорисовал лучше, если что-то не исходится, где-то там дорисовал штрихи, чтобы они объединились в одну группу, после этого снова улучшить. Здесь он, конечно, немножко лукавит, потому что он рисует от конца до начала... Ну, это не задумывалось как демо-видео, это просто задумывалось как внутреннее видео, которое стало демо-виде. Вот. И здесь видно, как это работает. То есть сразу инфектирует, друг друга дополняет, получается круг, может быть, из первого раза все будет видно. Видео довольно длинное, поэтому если есть вопросы, пока это все рисуется, могу послушать вопросы и ответить. А допилюстратор, похоже, что вы делаете? Как-то проще? Мы не делали обзор конкурентов, нам пришли сразу с предложением делать вот так вот. Я знаю, что есть улучшения для растровых рисунков, но это другое. То есть это не растров, это вектор, и это у нас... Вопрос. Ну, это не просто упражнять, лучше не становилось, просто потому что данных находит слишком мало. И вручную вулканной кучи это... Мы написали... Мы об этом говорили с самого начала. Мы писали про рекомендации. Как вариант, в принципе, можно было отказаться от того собственного шага по разделению этих подлинней, только потому что мы могли улучшить классификатор настолько, что он был не нужен. То есть на классификатор подавалось бы больше данных, возможно, даже не манновых ключ, а просто даже сырые, там специальную сеть можно было бы использовать. Но вы к нам прислушались и сказали, что используйте так, как и есть. Спасибо. Да. Вы использовали эту смервность, потому что есть момент приоритета? Еще раз. Спасибо. После нейронной сети у нас получалось... У нас на входе есть... Нейронная сеть у нас была для того, чтобы сравнить два шприка. И нейронная сеть отвечала только одним числом, которое говорило, эти два шприка принадлежат одной группе или нет. У нас есть две линии нарисованные. Ну... Хорошо. То есть оно на что точка? Оно ставит не точка. Это просто информация для матрицы, которая... Хорошо. Возможно, то, что... То, что услышка может быть там... Вероятность это точно 50%, 70%, и так далее. Более точное определение было. Ну, эти единички, это мы просто так управляли. На самом деле там были проценты, то есть вероятности. То есть это была двухмерная матрица, трехмерная, потому что у нас сегодня... У нас сравнилась каждая с каждым, грубо говоря, у нас есть у третьего измерения. То есть если у нас была бы там, например, если у нас была сила нажатия на планшете, то мы могли бы ее добавить туда. И тогда было бы третье измерение, тогда мы могли бы ее что-то сравнивать. Так у нас будет стихи со шпехами, так замерная матрица. Но заполнялась она не нулитыми единичками. То есть это, вероятно, заполнялась, и на базе этой вероятности я привелась... Да, да, потом уже группировали. Нет, 10 минут, оно будет долго рисовать. Я могу перемотать или это... Ну, тут просто сейчас... Ну, вот сам рисунок сейчас наканчен. Там вот так вот описи он потом долго делал, а сам рисунок сейчас поразит вам. Да, да, смотри. Ну, вот примерно так это выглядело. То есть на самом деле, вот этот вот кружок довольно хорошо... Вот один круг, это мы сделали один кружок. То есть там было все шпехов, один круг поднимел. Здесь надо бы добавить еще шпехов, и тогда он объединится тоже в один круг. Эти линии хорошо заменились. Ну, да. 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 Да, как бы двух линий. То есть это минимальное расстояние? Это константа или оно... Нет, нет, нет. Ну, как нарисовали, так и будет. Ну, то есть вот борт и конверсовом уже не менее, вот мы его учитывали. Я имею в виду регулировки в одну руку, в одну руку или вверх, а у нас там какой-то максимальный или минимальный разряд? Только минимальный? Ну, то есть для двух, у тебя на вход классификатора поступают две линии, а все остальные-то забываешь. Есть только две линии, между двумя линиями есть три фичи мануально выведенные. Расстояние, угол и несовпадение. Минимальное расстояние между двумя линиями? Что им надо, структырия, динам, чтобы облегали. А, сейчас это по геометрии, как облегали? Ну, касательно. Есть три фичи мануально? Есть три фичи мануально. Три фичи мануально. Есть три фичи мануально. Небольшой? Да. Дети линии должны быть? Первая дверь, мы сложим группу? Вторая дверь. То есть в первом дверь одна группа, вторая это вторая дверь. Вот как мы определим, что первые дверь, это не полно, то есть у них расстояние, это нас? Это определенный нейронный поспикатор. У нас были уже нарисованные рисунки, где были такие же параллельные линии, более размещенные. Мы потом... Дальше. 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 Да. Вот. Кстати, здесь это применяет, что... Это, как бы... Это эксперимент... Это не... Потом у вас пишут из Là τα fuhräðina. Вы если кого� выбор нашёл при него, то, что нашла инстанция, — да не... У нас были подготовленные рисунки, вот эти рисунки мы рисовали вручную, когда мы их рисовали, вот каждая линия, это довольно много штрихов, и ты когда рисовал, ты говорил, вот это вот все одна группа, соответственно, мы можем взять каждую линию из этой группы и высчитывать между ними расстояние, а потом говорить классификатору, что вот это вот расстояние человеком считается в одногруппе, классификатор обучается этому, потом, когда ты ему берешь две незнакомые, и он опять же смотрит, в каком расстоянии мы ему дали, в этом году это была одна группа, когда ты человек определяли, но нет. Супервасик. Что? Супервасик. Да. Супервасик.